Читательский дневник. Былина Садко. Число страниц 20. Время чтения примерно 30 минут. Жанр Былина. Русская народная героическая песня о богатырях. Былина Садко рассказывает о новгородском герое-гусляре, его подвигах и чудесном возвращении в родной город. Главные герои. Садко. Гусляр. Купец. Молодой, красивый, сильный, бесстрашный. Морской царь. Повелитель морей. Волшебное существо. Могущественный. Микола Можайский. Николай Чудотворец. Православный святой. Заступник. План пересказа и краткое содержание Былины. В древнем городе Новгороде жил гусляр по имени Садко. Молодой, красивый, но бедный. Зарабатывал на жизнь тем, что играл на гусельках еровчатых во время перов у купцов и бояр. Три дня Садко никто не звал на перы. Расстроенный пошел он к Эльмень-озеру. Сел на белгорючий камень и начал играть. Взволновалось море. Пошел Садко прочь. Так он три раза ходил на Эльмень-озеро и играл в одиночестве. В третий раз вышел к герою царь морской. Похвалил гусляра за утехи великие и игру нежную. Предложил молодцу затеять спор с купцами на свою буйную голову, что живет в Эльмень-озере рыба с золотыми перьями. А купцы пусть спорят на лавке товара красного. Так и сделали. Привел Садко купцов на озеро. Поймал три рыбы с золотыми перьями. Пришлось купцам отдать три торговые лавки. Стал Садко купцом. Разбогател. Купил дом и стал устраивать перы. Приглашать богатых гостей. Однажды все наелись, напились и стали похваляться. Кто золотой казной, кто силой молодецкую, кто добрым конем. Садко стал хвастаться тем, что сможет выкупить все товары новгородские. И худые, и добрые. Гости не поверили и решили поспорить. Садко проиграл спор настоятелем новгородским и отдал им 30 тысяч. Потом построил корабли, сложил на них весь товар и отправился в золотую орду. Продал товар, наполнил бочки красным золотом и чистым серебром и поплыл обратно. В пути Садко застигла сильная буря, и он понял, что царь морской требует дань. Взял гусли, сел на дубовую доску и поплыл по морю. Заснул, а проснулся на морском дне у царя подводного. Велел морской царь Садко играть на гуселках еровчатых. Трое суток играл густляр. Трое суток танцевал царь. Трое суток буря убивала людей, топила корабли. Стали люди молиться святому Миколе Можайскому, чтобы тот спас их от гибели. Микола явился к Садко в образе старика и посоветовал музыканту сломать гусли, выбрать в жены чернавушку, а вернувшись домой, построить церковь соборную Миколе Можайскому. Так все и случилось. Проснулся Садко в Новгороде, на берегу реки Чернавы. Встретил свою дружину, с Волхова, обнял жену родную, построил церковь и стал жить на родине. Не стал больше ездить на Сине море. Главная мысль. Талант музыканта помог Садко разбогатеть, пройти все испытания, вернуться на родину и стать счастливым рядом со своей женой. Былина учит любить свою родину, любить родных и близких, не хвастаться, помогать тем, кто попал в беду, быть благодарным за помощь. Отзыв. Эту Былину я читала несколько раз, потому что не сразу смогла ее понять. Текст Былины не похож на другие произведения. Понять содержание и главную мысль мне помогла моя мама. Мы вместе переводили ее на современный язык. Бедный гусляр оказался настоящим богатырем, который выдержал невероятные сказочные испытания. Сначала вытащил из озера подарок от морского царя – трех рыб с золотыми перьями. Потом вернулся целым и невредимым со дна морского. В дальней стороне главному герою помогала справиться с испытаниями любовь к родному краю, к близким людям. Именно поэтому и пришел к садку седовласый старец со своими советами. Вернувшись на родину, главный герой в знак благодарности построил храм для всех людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова